Сегодня с Божьей помощью мы будем продолжать рассматривать книгу Куэллита, главу 7. Мы в прошлый раз читали с 1 по 11 пасуки и сейчас с Божьей помощью мы продолжим. Это достаточно краткий обзор Куэллита, не слишком глубокий. Вот, для того, чтобы подчеркнуть общие черты и мудрость, это в книге Танаха. Остановились мы на прошлый раз на том, что в предыдущих главах Куэллит говорит о выборе верного жизненного пути. И выясняется, что четких критериев такого выбора не существует и спросить не около. Тем не менее, в первом пасуке на этой главе говорится об одном из косвенных критерий в оценке правильности выбранного пути. Таким критерием является доброе имя человека. То есть, если действие человека вызывает уважение, укрепляет его доброе имя, то, возможно, он на верном пути. В первом пасуке было, что лучше доброе имя, чем самое лучшее ароматическое масло. День смерти лучше дня рождения. Имеется ввиду, что конец, конечный результат лучше, чем с самого начала. Потом, в втором пасуке было лучше идти к скорбящему, чем идти на пир. Ибо это конец смерти всякого человека, и живой пусть обратит на это внимание. В третьем пасуке было, что лучше гнев, чем смех. Негоже лицемерить, скрывая свою неприязнь. Потом, сердца мудрых в доме скорби. А сердца легкомысленных там довеселятся. Имеется ввиду, что лучше посещать, понимать серьезность реальной жизни, чем все время только веселиться по пустому принципу. В пятом пасуке мы рассматривали, что лучше выслушать порицание мудреца, чем песню глупца. В шестом, как треск сучьев под горшком, так и шутки глупцов. И это тоже бессмысленно. И дальше, что пустые разговоры захватывают мудреца, оглупляют его, разрушают подарок внутреннего от его сердца. Восьмой пасуке говорил про то, что лучше окончание всякого дела, чем его начало. И лучше терпение, чем высокомерие. Что терпеливый хочет все сразу, а путь мудреца – это путь терпения и скромности. В девятом пасуке было, что не торопиться гневаться, ибо гневу делать легкомысленных. Потом не говорить, что же сейчас происходит, ведь раньше было лучше, чем сейчас. Это десятый пасук, ибо не от мудрости спросил ты об этом. В одиннадцатом пасуке и в двенадцатом мы говорили про то, что хорошо соединение мудрости, соединение с земным трудом. Итак, мы плавно переходим к тринадцатому пасуку Куэрета, начинаем рассматривать его. И говорит Куэрет, посмотри на дела Всевышнего, кто может распрямить то, что он искривил. То есть, посмотри на дела Всевышнего, кто может распрямить то, что он исправил. Достойный путь часто бывает очень нелегким. Куэрет объясняет, как быть тому, который сталкивается с трудностями в жизни. Представим, что человек жил правильно. Он серьезно и обдуманно относился к жизни, пользовался уважением окружающих. И тем не менее, с ним случилось что-то плохое. Он в замешательстве. Как же это могло произойти? Куэрет отвечает, посмотри, как велики дела Творца. Заверни на все творение в целом. Оно завершено, и ты ничего не можешь изменить. Примей эту ситуацию, даже если тебе лично, она наносит ущерб. Т.е. тринадцатая пасука говорит о том, что опять же, все типа Всевышнего. И что если что-то произошло не так, то это невозможно исправить. И то лучше принять эту ситуацию, не бунтовать, посмотреть, что так было воля Всевышнего. И подумать, что можно изменить в будущем. И как лучше можно поступить, и как предотвратить ситуацию такого рода. И что дела Всевышнего, кто может распрямить. То есть, какой человек может изменить ход, исторический ход событий, какие-то катаклизмы и как дальше. В день удачный, четырнадцатый пасук, пользуйся. В день плохой смотри на это. Одно против другого сотворил Всевышний, чтобы использовать их добро и зло вместе. То есть, в день удачный, пользуйся. А в день плохой смотри на это. Одно против другого сотворил Всевышний, чтобы использовать их добро и зло вместе. В день плохой смотри на это. В день плохой смотри на это. То есть, что означает слово смотри на это. Смотри, это значит пойми. На что надо смотреть и что надо понять. Говорит, что смотреть надо на творение в целом. Как говорилось в предыдущем пасуке. И понять, что и плохое, и хорошие события. Они связаны между собой. Это как в притче про... Про человека, у которого был конь, и он потерялся. И потом он нашел еще коней. Привел еще коней. И каждый раз его спрашивали про то, что... Говорили, как тебе повезло, как тебе хорошо. Но всегда никто не знал, на самом деле, как это хорошо или нехорошо. В данном случае показано в 14-м пасуке, что зло и добро идут вместе. И хорошее и плохое идут вместе. Оно взаимосвязано. И поэтому исправить мы ничего не можем. Но в нашей власти посмотреть на происходящее по другим углам зрения. То есть, если произошло какое-то неприятное для нас лично, субъективное событие, мы должны посмотреть на него по другим углам зрения. То есть, со стороны целого. То есть, и со стороны локально прямо только в этом месте. Видеть только плохую сторону, а увидите хорошую тоже. То есть, нужно понять для себя, как излечь для себя пользу из того плохого, что с нами происходит. Ведь Творец сотворил добро и зло, чтобы они соответствовали друг другу. То есть, их нужно оценивать вместе в комплексе, чтобы можно было использовать и то, и другое. Вот. Поэтому в день удачный пользуйся. Плодами, которые дают Всевышний теми результатами удачи. А в день плохой, нужно смотреть и понимать, что можно делать в следующий раз лучше. Пятнадцатый пасук. И праведника, что пропадает из-за своей праведности, и злодея, живущая долго со своим злом. Здесь Квеллет приводит еще один нюанс пути в жизни, который является праведным. Этот нюанс открылся ему в суетные дни. То есть, дни, когда он наблюдался в течение реальной жизни. Речь идет о том, что не стоит до бесконечности совершенствовать свою праведность. Это не всегда оборачивается добром. Также неверная идея и искоренение в себе зла целиком и полностью. Нужно учиться использовать во благо все, что есть в человеке. Данный пасук – это только объявление темы. Ее раскрытие будет идти дальше в следующих пасуках. То есть, это очень интересный пасук, пятнадцатый. Он говорит, что Квеллет видел всякое в суетные дни, что праведник, который пропадает из-за своей праведности, и злодей, который живет долго со своим злом. То есть, мы видим, что он наблюдал за реальной жизнью. Понимал, что речь идет о том, что не стоит до бесконечности совершенствовать свою праведность. То есть, это не всегда оборачивается добром для такого человека. Также неверная идея искоренения в себе зла целиком и полностью. Потому что нужно учиться использовать во благо все, что есть в человеке. Потому что каждая составляющая в человеке, она, как зеркало, отражается в мире. Соответственно, когда человек борется с собой, он борется и с миром, и с богами, и с людьми, и с людьми, и со всем. Поэтому задача человека – это, прежде всего, принимать все составляющие, которые есть. Например, если взять какие-то тухи, да, они пахнут хорошо, но там есть в составе вещества, которые сами по себе, они не очень приятны на запах. Но вместе, все вместе, они создают хороший запах. Вот. Так же самое и здесь, что когда человек хочет оставить только все хорошее, а все плохое убрать, то есть риск того, что такой человек, он, ну, аромат не будет такой, как надо. То есть, ну, нет задачи человеку полностью себя изменить в этом мире, да. И задача, ну, быть праведным, но не переусердствовать в своей праведности, иначе это может только навредить. Пасук 16. Ну, такой человек просто, когда чрезмерно ищет праведности, он придирается ко всем мелочам и зацикливается на том, что не нужно зацикливаться. Пасук 16. Не будь чересчур праведным, это тоже я как раз говорю. Не будь чересчур праведным и не мудростью чрезмерном. Зачем тебе из-за этого гибнуть? С одной стороны, странные, да, слова. Человек обычно стремится к мудрости и праведности, а тут Корик говорит, что не будь чересчур праведным, не мудростью чрезмерным. Зачем тебе из-за этого гибнуть? Интересно. другой взгляд и сейчас попробуем объяснить что имел ввиду калит айтидье цадик арб в айтидхахам лама ташумам все хорошо в меру а лучше как известно а лучшее как известно это враг хороший пусть бесконечные улучшения и устражений путь бесконечных улучшений и устражений может завести человека в тупик не нужно искать правду там где она уже найдена в этом пасуке еще раз подчеркивается что все на что всем надо руководствоваться мудростью путь крайности и обобщение ошибочно каждая ситуация требует отдельного рассмотрения именно об этом говорит слова предыдущего пасука видел я праведника что пропадает из-за своей праведности то есть когда человек чрезмерно имеется праведности то может навредить тоже поэтому все лучше в меру и во всем нужно уникальный свой подход и и определение решения ситуации в контексте и не нужно искать правду там где она уже найдена то есть в этом пасуке еще раз подчеркивается что всем надо руководствоваться мудростью путь к радости и обобщение он ошибочно пасук 17 аль тире ш рб в аль тире сэхэль лама там от б беля не злодействую слишком много не будь глупцом зачем тебе умирать прежде время что значит не злодейство слишком а чуть-чуть злодеем быть можно и как это измерить здесь говорится о том что характере каждого человека могут быть заложены разные всегда положительные наклонности однако если использовать их с умом для хорошего дела они могут принести пользу так например прижиместву может подойти должность казначея в синагоге где его природа не позволит ему тратить общественные деньги налево и направо однако несмотря на то что даже на самое на самые лучшие качества человека тоже могут быть использованы во во благо пользоваться ими нужно чрезвычайной осторожностью не злодействует слишком много это все-таки отрицательные качества и они могут привести к саморазрушению ты изучать тебе умирать прежде времени спрашивает очень интересный посыл то есть имеется ввиду что человек имеет относительно негативные качества предполагаю и как думает на самом деле любые качества можно использовать положительным способом так известно например что не каждый человек может стать например моэлем или или не каждый человек может стать шок этом для этого нужно чтобы человек был достаточно внутренний не мягкий такой жесткий и если человек из рождения агрессивный например и у него такие качества это не говорит о том что нужно остановить становиться милашкой и ему изменять свою природу полностью может направить это в позитивное русло например стать моэлем делать обрезание или убивать животных хошерный способ или еще что-то так же само и если человек любит там сделки делать там большие деньги и стремиться и дальше это не верит о том что человеку нужно уйти и стать талмином ха хамом обязательно и перестать это делать потому что зарабатываем денег это 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 плохо это недостойно такой человек он может зарабатывать деньги и содержать синагогу издавать книги может помогать бедными так дальше и может еще больше стремиться к своим богатствам не использовать эти деньги на благо другим то есть здесь идет речь и в этом поступил очень важные вещи что не нужно все себе искоренять потому что если человек из рождения имеет определенные склонности наклонности то может подумать как как он может эти лучшие склонности применить в реальной жизни потому что именно то что он будет изменять возможно самое то что необходимо от природы было ему даму от бога богатом 18 то в ашер ти тиэс базе вегам мезе ай тине это ядеха ки ира элогим я отца это кулем правильно держать в руках в узде и то и другое и праведности злое начало не упускать их из рук ибо богобоязнь использует все это продолжение мышц нас на ска что правильно держать руках и и хорошее и плохое и и светлое и темное чтобы быть в гармоничном состоянии и правильно это держать и не упускать из рук ни то ни другое ибо богобоязнь используются то есть не нужно пытаться искренить себе какие-то качества нужно просто научиться их контролировать и использовать человек не выбирает собственные черты характера не уже заложены в нем моменту рождения средства самоконтроля такого человека это богобоязненность богобоязненный человек может научиться понимать свои плюсы и минусы и соотносить их с волей всевышним а вот богобоязнь если это уже не врожденное качество а это выбор человека это приобретается течение жизни окей пасук 19 то есть 18 пасук это то что то о чем мы говорили о чем мы говорили в принципе что не нужно слепо искоренять себе типа негативные качества нужно понимать как это максимально использовать во благо так в пасук 19 пишется дальше мудрость укрепляет мудрого больше чем десять правителей укрепили город то есть одной богобоязненности для управления собой недостаточно богобоязненность только направляющая сила а средством управления является мудрость насколько мощно это средство средства представим себе череду из десяти правителей юрисалимов задачи каждого из которых было укрепить город достижение преемника базировались на достижениях ведущего правительства в результате их совокупных усилий возник мощный хорошо укрепленный город то есть их совместная деятельность очень мощно красиво говорит говорит что мудрость еще более сильное качество если более сильное средство если научиться ее пользоваться то есть мы видим с 19 по сука что мудрец она укрепляет мудро больше чем десять правителей укрепляет год 20 по сука ибо нет на земле человека который был бы абсолютным правильным поступал бы всегда хорошо и ни разу не оступился ки адам эйн цадик борец ашер я с то в ло яхт яхса яхата баня на человека и баня на земле человек который был бы абсолютным правильником поступал бы всегда хорошо и ни разу не оступился мудрость больше помогает человеку чем врожденная праведность поскольку даже самый праведный где не буду оступиться мудрость же помогает этого избежать и двадцать первой посылки на этом мы пока что остановимся гам леколь а дворим ашер я дру аль татан белок ашер ло тишма от а вода х мимо колеха и не бери близко к сердцу все что о тебе говорят надо слушать как тебя проклинают твои рабы казалось бы как было сказано в первом пустыке этой главы если люди тебя уважают то наверное ты идешь по правильному пути то есть можно предположить что если я тебе говорят плохо без уважения нужно срочно что-то менять свою жизнь но этот критерий уважение окружающих не является абсолютно если ты узнаешь что тебе говорят плохо люди которые зависит от тебя то есть рабы не продавать не придавая этому слишком большого значения вообще не все что тебя говорят нужно принимать близко к сердцу ну очевидный пасу 21 с ней не бери близко к сердцу все что тебя говорят надо слушать как тебе проклинают хотя в первом пасуке говорила что доброе имя это если довольны есть лучше доброе имя чем самое лучшее ароматическое масло если довольны люди значит довольны всего и всевышний небеса но 21 пасук говорит что это не всегда так это не абсолютная мерило то есть нужно понимать где это подходит а где это не подходит потому что если человек сам по себе который говорит неправильно что ты себя понимает или делает даже не говорит о том что нужно человеку которому он говорит что нужно с этим смириться сказать что так и есть и значит работать над собой хотя то чего когда им хотя работа над самим собой нужно тому человеку а не конкретно это то есть это все относительно нужно рассматривать ситуацию по контексту кейс божьей помощи мы продолжим в следующий раз читать книгу кэрито изучает тору